Здравствуйте, друзья! Это снова канал Веселый Инженер. Меня зовут Андрей. Сегодня вот такая великолепная наладка станка, программно-комбинированного станка с ЧПУ модели 400В. Я не знаю, что это за станок. Может, вы мне напишите в комментариях. И, скорее всего, вы знаете, поэтому обязательно это сделайте. Чем примечательна такая наладка? Я, конечно, расскажу, какие есть недочеты в данной наладке, которые, в принципе, были не так просто и заветесь, потому что выполнены на таком достойном уровне наладка, хоть это делал и студент. Здесь, как вы видите, обозначено приспособление, к которому тоже мы постараемся придраться. Итак, поехали. Что? Начнем с чего. У нас есть такое приспособление, которое зажимает данную деталь. Сейчас мы его рассмотрим, а потом я скажу, в чем здесь, в принципе, уже по ходу действия. Почему здесь не совсем это сделано правильно, да? Здесь, как вы видите, есть пневмоцилиндр, скорее всего, это пневматический зажим. Две опоры. Вот они существуют у нас в таком вот виде интересном. Раз опора, два опора, третья опора здесь устоит. И, в принципе, наверное, все, да? Эти упоры, так называемые, они, скорее всего, регулируются, позволяют выставить заготовку с определенной точностью. Не совсем понятно, конечно, почему сделано смещение. Вот это вот смещение появилось, да? Зажимов почему нельзя было зажать по центру, да? Ну, это такая тонкость. Потому что, в принципе, мы здесь делаем основное отверстие. Просверливаем и растачиваем. Давайте, хорошо, перейдем сразу же к самой наладке. Тут, в принципе, пока вопросов нету, но потом по ходу действия вам покажу, где вприн, ну, мне кажется, где мне кажется, ошибся данный студент. Итак, возвращаемся к общему виду. Поехали. Здесь, что мне нравится, что указаны переходы, да? Переходы указаны, и это не может нас не радовать. Также очень приятно, когда существуют вот такие размеры. То есть мы видим привязку, да? То есть мы видим привязку к режущей кромке. Также мы получаем вторую привязку, которая нам сигнализирует о расстоянии до центра инструмента относительно нуля детали. Вот у нас ноль деталей, ноль инструмента, да? Существует. И я потом покажу, почему я именно считаю, что здесь есть небольшой недочет. Здесь это несущественно, потому что здесь мы делаем, как вы видите, сверлим отверстие, да, сверлим отверстие, получаем его 3,2. Обратите внимание. И, ну, давайте я сразу покажу на эту ошибку, которая здесь есть у данного студента. Если он смотрит, будет, конечно, приятно, если он прокомментирует и скажет, что, в принципе, он все понял. Здесь, видите, упор стоит по центру. Он стоит на всех эскизах, этот упор по центру. И этот упор по центру получается, что его на приспособлении не существует. Сейчас я вам это продемонстрирую. А здесь он, в принципе, на чертеже есть. Посмотрите, если мы смотрим с этого вида, где упор в центре, где вот ось детали, никакого упора нет. На втором эскизе также, ну, тут вы видите, здесь с двух сторон такие вот планочки опорные. Они помогают базировать деталь, лишать ее одной из степеней свободы. Ну, а дальше ничего тут нет. Хорошо. Давайте коснемся непосредственно самой наладки. Во-первых, графика. Да, графика получается здесь. Здесь, ну, если провести, наверное, линию, то, в принципе, видите, не будет совпадать немножко диаметр, который указан здесь. Это диаметр 25, и диаметр самого инструмента он явно будет больше. Ну, это тонкости. Это уже, так сказать, если вы хотите сделать идеальную наладку, то, конечно, надо все это предусмотреть. Хорошо. Хочу похвалить, что вот эти все привязки. Ноль инструмента, ноль деталей указан. Вот здесь указана вот эта точка. Это, скорее всего, точка, так сказать, перебега. То есть, если сюда подходит инструмент на ускоренной подаче, то есть на расстоянии 45 мм, потом начинается рабочий ход. И здесь вот этот выход, чтобы гарантированно получить отверстие. И после чего вот этот инструмент уже отводится назад, и приступает инструмент номер 2. Инструмент номер 2. Рассматриваем второй переход. Сразу, опять же, хочу показать. Ну, я считаю, что это неправильно, да, это ошибка. Ну, может быть, не совсем эта ошибка такая существенная именно для студента. Но, смотрите, мы сверлим отверстие. То есть, по сути, делаем черновую предварительную операцию на первом переходе. И потом растачиваем уже 6,3. Ну, шероховатость. Во-первых, росточка дает шероховатость более точнее. То есть, 6,3-то совсем грубая шероховатость. Ну, ошибка это или нет, пишите в комментариях. Я вам, честно говоря, не могу с уверенностью сказать. Так, хорошо. Здесь, вы видите, уже никакого перебега нету. То есть, здесь подходит сразу на рабочем ходу. И начинается растачивание. Расточили в диаметр 46. Опять же, скажу, это, в принципе, может быть ошибкой, может быть не ошибкой. Но я считаю, это должно быть. То есть, должно быть указано расстояние нуля детали до кромки резца. Ну, по логике вещей, конечно, по логике вещей, оно будет равна половине диаметра. То есть, это будет 23. Ну, было бы неплохо, если бы это было указано. Потому что не всегда используются резцы нерегулируемые. Иногда используются резцы, которые можно, так сказать, отрегулировать более точно этот вот диаметр. И уже его скорректировать непосредственно под тот, который нам нужен. Поэтому, конечно, было бы неплохо, чтобы он был указан. Здесь, скорее всего, студент просто скопировал это все и облегчил себе задачу. Ну, тоже имеет право. Хорошо, третий переход. Смотрим третий переход. Опять же, все эти привязки у нас есть. Мы здесь растачиваем диаметр 58. 58 на глубину 51. Ну, хорошо. В принципе, расточили и расточили. Видите, все резцы, в принципе, одинаковые. Здесь мы растащим 48. Вот снова ошибка. Видите, здесь был 58 диаметр. Вот он ушел на глубину 51. А здесь почему-то уже на всю глубину идет диаметр 48. То есть меньшего диаметра. Хотя, по идее, если мы подразумеваем, что у нас вот этот диаметр 48 надо растащить второй, то графика должна выглядеть по-другому. Согласитесь, немножко иначе. Так, 48, значит, мы возвращаемся к нашей графике. И наш размер 48 должен выглядеть, получается, здесь должен быть вот так, к примеру. Там 58 диаметр, а здесь уже 48 идти. Вот это непонятная какая-то такая перепад. Тут 48 плюс 2 сотки. Тут 48. В общем, не ясно, что он тут делает. Ну, есть такое, делается с разными допусками, к примеру, да. Здесь более грубый допуск, здесь более точный допуск. Можно такая-то технологическая база под дальнейшую операцию. Но графика, к сожалению, хромает. Сделано неверно. Так, поехали. А потом опять переход 5. Здесь, видите, все возвращается на круги своя. Ну, здесь мы расточиваем уже 60, то есть делаем, да. И уже с допуском в 3 сотки, наверное, это уже окончательный размер. И глубина 51. Здесь все сохраняется. Вот это, наверное, 48, да. Все-таки вот эта величина. Вот этот вот диаметр, скорее всего, он 48. Дальше мы возвращаемся. Следующий переход номер 7, да. Нет, сначала номер 6. Мы делаем, что на переходе номер 6. Мы сверлим отверстие диаметром 15. Хорошо. С допуском 0,43. То есть это, я подразумеваю, что делается такой черновой проход. И потом 15,8 мы еще раз проходим. Хотя мне непонятно, зачем делать 15, да. А потом проходить еще 15,8. То есть не ясно немножко, да. Хорошо указано подвод. Видите, опять же указаны эти перебеги. Так называемый подвод на ускоренной подаче. Потом рабочая пошла. И здесь уже мы другое сверло берем. Получаем шероховатость 3,2. Но предположим, да, что мы улучшаем шероховатость со второго перехода. Ну, в принципе, это вполне допустимо. Приспособление. Что по приспособлению? В принципе, тоже придраться особо не к чему. Единственное, что упущен упор, который, вернее, не упущен. А здесь вот обозначен лишний в центре упор. Его здесь быть не должно, потому что на самой графике приспособления его нет. Цилиндр. Зажим. Давайте по цилиндру вот придеремся, да, сейчас специально. Что тут можно придраться? Так. Ну, ну, что тут? Что тут? Тут обычно в приспособлениях таких показан подвод воздуха. Здесь, если приматика работает, то, естественно, должно быть в камере подвод. Сюда, допустим, на зажим, да, сюда на разжим, к примеру. Ну, то же самое, что если гидравлика какая-то, то есть это должно быть обозначено. Висеть в воздухе вот так не должно, ну, либо это как-то пишется, что это условно показано, да, или вообще-то разрез не делать, потому что здесь вот, как вы видите, здесь вообще непонятно, как происходит. Тут все заштриховано, какие-то линии, что-то разрезано, то есть никаких я не вижу отверстий для подвода, к примеру, каких-то масляных элементов или воздуха, который будет помогать перемещать. Поэтому, в принципе, странно, для чего этот вид это указывается, если он не несет никакой нам информации по зажиму. То есть, я вам на будущее скажу, если вы делаете какие-то чертежи, наладки, пусть это где-то в производстве или это даже на учебе. Если вот этот разрез не несет никакой информационной нагрузки, то есть он не помогает лучше понять, с чем мы имеем дело, то и делать такой разрез не стоит, потому что это получается просто билиберда, которая у вас занимает время и просто ничем не помогает людям, которые работают с данной наладкой или ее проверяют и ставят вам оценку. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите, о чем еще снимать видео. Всем пока-пока.